Дорогая церковь, все братья и сестры по земле, все, кто сегодня здесь присутствует духом своим, сердцем своим, кто видит, кто слышит нас, будьте благословенны. Так хочется видеть вас, конечно, здесь, но в сердцах вы с нами. И мы имеем просто благословение от Бога, что можем вот так вещать, вот так с вами видеться, на расстоянии. О чудный Господь, давайте немножко помолимся. Наш любимый Бог, мы предстали пред Тобой, пред Твоим величием, пред Твоей славой, и так благодарны, что Дух Твой здесь и сходит на нас. И мы хотим, чтобы и это Слово было в Духе Твоем сказано каждому сердцу, чтобы оно не прошло из одного ушка и вышло в другое, чтобы оно осталось. Мы придаем это служение тоже в руки Твои и в Твою славу. Аминь. Аминь. Знаете, дорогие братья и сестры, мне хочется поделиться с вами таким немножечко как бы откровением и ответить на некоторые вопросы, которые часто задаются. Если даже не вслух, то у себя в сердце. И мы иногда судим то, чего совершенно не можем понять. И судим действия Бога. Вы знаете, мне даже хочется сказать, вот есть такое место у Йова, 4 главе, 17-19. Где говорится, человек праведнее ли Бога? И муж чище ли Творца своего? Вот он слугам своим не доверяет, и ангелов своих усматривает недостатки. Тем более, в обитающих фораминах избрения. Которых основание прах, которые истребляются, скорее моли. Это вот описание человека очень интересное. И действительно, Бог настолько велик, настолько грандиозен. Что кто может сказать, что он понимает движение Бога, действия Его? Чтобы обрался судить о делах Его? И говорить, что справедливо, что несправедливо. Что праведно, что неправедно. Осуждать какие-то действия Бога. Давайте мы просто посмотрим. Мы не имеем с Вами даже малейшего представления о тех корнях. Всего происходящего. Которые, Вы знаете, иногда уходят настолько далеко, настолько глубоко в прошлое. Как вот описывается, еще со времени вековых времен. Когда их даже еще не было. Как описано в годы, когда ничего не было. Я хочу прочитать 2 Тимофея 1.8.11, как Павел описывает. Только будьте внимательны, пожалуйста. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Не меня в узах Его. Но старайся с благовестием Христовым, силою Бога. Страдай, извините, страдай. И теперь послушайте, спасшего нас и призвавшего званием святым. Не по делам нашим. Но по своему изволению и благодати. Данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Открывшееся ныне. Открывшееся ныне. Но все это состоялось прежде вековых времен. Даже не буду дальше дочитывать. К Титу, он пишет 1 глава 2.3. В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен. Кому обещал прежде вековых времен. Вы знаете, что наше спасение с вами совершенно не зависело от наших дел, от наших поступков, от нашего характера. И призвание наше в святых. Все это было определено прежде вековых времен. То есть до появления Земли. Уже имея определение. Принять нас себе. Освятить нас. Сделать нас своими преемниками. То есть детьми. Вот с этим намерением Бог создавал Землю. Бог уже имел нас в виду. Это был Его план. План для творения. Он избрал нас в нем прежде создания мира, описывается к ефесянам. Он избрал нас в нем прежде создания мира, которые cyclоном death. Помогите. Sungусь только. Он frase, Father. Святой всегда. Очаживается. Конец. Или знаете, я промени Diesel. Нет, я помню. Он любит землю. Он Justice наде д France. У вас есть красавием. А pumь. Он совершит вкусное crafts. Продолжение следует... Продолжение следует... И наше избрание, и наше освящение. Насколько все мудрствования безумны в глазах Бога. И если человек как-то думает, вне Христа попасть в небеса. Но это так, немножечко для того, чтобы было как вступление. И все же мы задаем вопрос. А почему Бог, совершивший наше спасение уже в небесах? До сотворения мира. До вековых времен. И вдруг совершает наше спасение здесь. На земле, через жертвенного агнца. Разве Бог не мог это все как-то иначе организовать, как многие задают вопрос? Просто взять нас и призвать к себе. Зачем Он допускает вот это искушение в райском саду? Зачем? Когда Он сотворял, когда Он посадил человека в райском саду, почему там присутствовало дерево познания добра и зла, и этот змей, который искушал? Зачем надо было жертву агнца полагать в основании творения земли? Разве Он не мог совершить совершенный мир, создать совершенный мир на земле? Без греха, без присутствия зла. Почему все это Бог сделал так? Почему? Многие задают вопрос. Почему в райском саду оказалось зло и оказалось искушение? Почему Бог просто сказал, не вкушай от этого дерева? Понимаете, мои дорогие, мы можем сказать, что жизнь и смерть при сотворении уже присутствуют. Я хочу сказать, что жизнь и смерть уже существовали в мире. Ну, когда человек на земле появился тогда, когда отсчет времени уже был включен. Время уже было запущено, начало отчисляться. У Бога был определенный срок и есть для земли отведенный. Но что говорится о самой земле? Как она совершилась Богом? Как Бог ее сотворил? Где было ее начало? И почему тьма присутствовала, когда Бог сотворял землю? При самом начале сотворения земли и жизни. Вот давайте порассуждаем над этим. И углубимся. Книга «Бытие», она начинается с очень интересных слов, которые раньше, когда вообще ничего не знаешь, казались, ну, самыми примитивными. Это «Бытие», первая глава, первой-второй стихи. Написано, вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И теперь давайте будем рассматривать, что говорится. Мы читаем о том, что говорится небо. Вначале сотворил Бог небо и землю. О каком небе идет речь? Давайте подумаем, о каком небе идет речь? Разве здесь имеется в виду то небо, которое мы с вами видим, звездное над нами? В нашем понятии небо? Но оно было сотворено на второй день сотворения всего. Значит, вначале было сотворено небо, идет речь совсем не об этом. Это небо, которое является небом сотворения небесных жителей. Это было в начале. Бог сотворил все небо жителей, ангелов, архангелов, серафимов, даже те силы, которых мы не можем определить и не знаем. Обитатели неба. Это целый мир небес. Он был сотворен в начале. В начале всего сотворенного. Как мы с вами уже читали, что самый первый был наш Господь Христос, Иисус. Он был первым из сотворенных небожителей. Он был первым из созданных. И говорится, что все им создалось. Вы знаете, на иврите даже есть такое слово, которое говорит, все из Него выходило, из Бога выходило. Все, что начало быть, было в Нем, внутри, и оттуда исходило. Вот 1 Коринфянам 8,6 говорится, но у нас один Бог-Отец, из Которого все, из Его внутренности. Не от Которого все, а из Которого все. Можете себе такое представить? Из Него все исходило. И мы для Него. И один Господь Иисус Христос Которым все, и мы в Нем. Сколько здесь тайн. Иоанн 1,1-4 пишет, что вначале было Слово, вы все знаете. И что Слово было у Бога, и Слово было Бог, и оно было вначале у Бога. И все через Него начало быть, что начало быть, и ничего не начало быть, что начало быть без Него. И в Нем была жизнь. И жизнь была свет человеков. Мы с вами еще одно место прочитаем. Колоссянам Павел пишет, 1,15-18. Здесь говорится о Господе, который есть образ Бога невидимого. Первый созданный образ Бога невидимого. Рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Вы знаете, каждое слово здесь можно углубляться. Говорится, престолы ли? Много ли мы знаем о престолах? Господство ли? Много мы знаем про Господство. Начальство ли, власть ли? Это все небесное. Вот это и есть небо, которое создал Бог вначале. И говорится, все им и для Него создано. Все им и для Него создано. И Он есть прежде всего. И все им стоит. И Он есть глава тела церкви. Все-таки все вот так вот представить себе, то можно подумать, как Бог возвысил церковь. Как возвысил, что вот эта глава является главой церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Итак, мы видим, что когда сказано вначале, Бог сотворил небо, то речь идет вот об этом небе. Об этом великолепном небе. Это и есть первое небо. Это мир. Целый Божий мир с небесными жителями. К сожалению, одним из них оказался Люцифер. Тот самый осеняющий Херувим, который пал и треть ангела с собой увлек искушением. И я хочу вам сказать, что все это произошло до сотворения Земли. Так как при сотворении Земли тьма уже присутствовала. Написано и тьма над бездною. То есть, Земля создавалась, и даже вся Вселенная, я вам скажу, создавалась уже в противоборстве. Добра и зла, тьмы и света. Духа смерти и духа жизни. Вот так Бог творил. И Землю тоже. Бог создавал новый мир, которым намеревался осудить Херувима Падшего. Поэтому тьма нависла над бездной. Мы немножечко с вами посмотрим, как написано не с греческого перевода, а на иврите, древнем иврите. Вы знаете, что на иврите вот это слово записано «техом». Переводится это слово как «не просто бездна», но пучина, заполненная некой субстанцией, готовой взорваться. Там все кипело в этой субстанции. А слово «над» — «альпней». Его можно перевести как «по лицу Земли», то есть «по лицу». Но чаще оно переводится как «против». «Против». Не только «над», а «против». То есть можно увидеть эту картину, как писалось это место. Тьма оказывала сопротивление Творцу, Духу Божьему, противилась Его силе творения. И так, когда говорится о бездне, то скорее имеется в виду не место, которое было заполнено, имеется в виду то место, которое было заполнено материалом для строительства. Материалом для того, чтобы преобразовать все это, землю преобразовать. чему тьма оказывала большое сопротивление. И Дух Божий, о котором говорится, что Он носился над водой, то есть Он творил, Он вкладывал в нее материал для последующей жизни. Водой была покрыта вся земля, как в оболочке, над которой трудился Божий Дух. И в дальнейшем мы видим, что вода произвела живое существо, земля растила и также произвела живое существо. Кто-то туда это вложил. Дух Божий вкладывал воду в землю, вкладывал жизнь. Вы знаете, что невозможно дать определение тьме, если нет света. Поэтому уже само собой разумеется, что была тьма и был свет. И тьма, которая покрывала эту бездну и противилась. Она противилась свету. Противилась Божьему творению. И это не физическая тьма. Это духовная субстанция, получившая такое определение в связи с падением Люцифера. Тьма. Всегда оставшиеся без Бога остаются без света. это и есть тьма. Стали тьмой. И это полная противоположность Божьему естеству. Во что превратились и все падшие ангелы. Итак, мы с вами видим, что падение Люцифера уже произошло до сотворения земли, до сотворения мира на ней. И теперь эта тьма скопилась там, где Бог творил. Скопилась во Вселенной, чтобы сопротивляться, чтобы противиться. Тьма не может просто так высвободиться, высвободить то, что Бог творит. И Библия открывает нам хоть и косвенно, но очень интересную вещь о Люцифере. О его падении. Если читать много мест о нем, как бы сказанное о каком-то царе, немножечко как бы косвенно говорится, но говорится о Люцифере. то очень интересная открывается история. Посмотрите, как описывает Исайя 14, 20, 22. Я говорю вам для размышления. Вы просто размышляйте. И так говорится. Не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою. убил народ твой. Во веки не поменется племя злодеев. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землею и не наполнили вселенной неприятелями. и восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона. И весь остаток и сына и внука, говорит Господь. Мы с вами уже рассматривали, что Вавилон это фактически название, духовное название царства тьмы. В другом месте Исайя говорит 26.14 Мертвые не оживут. Рифаимы не встанут, потому что ты посетил и истребил их и уничтожил всякую память о них. Бог даже память истребил о них, о том народе, который был. сопоставлен наравне с рифаимами. Если вы внимательно читали, можете еще много раз перечитать эти места. То есть такой же нечестивый народ, но не говорится здесь о падших ангелах. Здесь не говорится о падших ангелах, потому что никогда падшие ангелы не назывались народом Божьим. Здесь говорится о некоем народе, который загубил Люцифер. Вот по какой причине Бог в самом начале сотворения земли приготовил для заклания Агнца. И создал нас уже во Христе. Это уже интересно. Бог сотворил весь мир наследников во Христе. Еще в вечной жизни в Иисусе Христе. Прежде чем придем на землю, мы были уже в нем. Для того, чтобы мы приняли обетование. Хочу еще разочек прочитать вам 2 Тимофей 1, 8, 17, где говорится «Итак, не стыди свидетельство Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника его». Но страдай с благовестием Христовым силой Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым. Не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывше же нам явлением спасения нашего в Иисусе Христе. Еще следующее место Тит 1, 2, 3, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен. Я просто напоминаю вам еще другое место, где Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Я хочу, чтобы мы это хорошо поняли. Я думаю, когда мы все это осознаем, у нас кончатся эти вопросы. Мы просто поймем, с какой стати Бог, создавая землю, не убрал дьявола из зла, из рая. Хочу, мы не просто поняли, но и другим могли объяснить. Вот еще одно очень интересное место о сотворении мира. Как описывал Соломон, вы знаете, это очень интересное место. Написано в притчах. Он говорит, что премудростью Бог все создавал, естественно. Что премудростью сначала рождались идеи Бога. Мы сейчас прочитаем очень интересное притчу 8, 22, 31. Тот, кто будет вместе со мной читать очень внимательно, будет видеть интересные вещи, будут открываться вам. Итак, с 22 стиха. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих исконий, то есть изначально. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, то есть премудрость, речь идет о ней. источников, обильных водой. Когда еще источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов. прежде не сотворил земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, можно сказать, вселенную определил размеры, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, я думаю, вы знаете, что и в космосе есть облака, что это не про наши облака идет речь. Когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его. Когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь при лицом его во все времена. И теперь слушайте очень внимательно. Речь шла о чем? До сотворения. при сотворении мира. И она пишется, говорится о ней. Веселясь на земном кругу его, и радость моя была сынами человеческими. Какими? Сынами человеческими, когда она была до того. Описывается до сотворения вселенной, как при сотворении вселенной, при сотворении земли. И говорится, что она веселилась все время вместе с Богом, с Духом Божьим, в радости все создавалось. веселясь на земном кругу его. И радость моя была сынами человеческими. Сколько в этих строках интересного. Бог все творил очень интересно, с премудростью своей. и так мы с вами видим очень интересные вещи. Как говорил Киеву Господь, все помним это место, 38 глава, 4-7. Когда Бог обрастился к Иову и говорит, где ты был, когда я полагал основание земли, смотрите, как сопоставляется с тем, что говорил Соломон. Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, только что Соломон тоже говорил про меру. Кто протягивал по ней верфь, на чем утверждены основания ее или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд. Когда все сыны Божьи восклицали от радости. И дальше добавляет, ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден и число дней твоих очень велико. Вы слышите, ты был тогда уже рожден и число дней твоих очень велико. И Соломон говорит, что премудрость веселилась сынами человеческими. И все это создавалось. Все это при создании. Все это происходило тогда. Когда были во Христе уже избраны, предназначены. Благословен Бог, который избрал нас в нем прежде создания мира. И мы уже радовались. Всему, что создавалось, мы уже ликовали в Боге, в нем. Правда, хочется сказать, не следим и пути Божьи. Потому что это пути премудрости. Кто может судить о путях Божьих? Кто может сказать, почему ты это сделал и зачем ты это сделал? просто увидите, что в это все вложено великая премудрость. Мы можем только предполагать, но Бог все сотворил в премудрости Своей. Он все сотворил для того, чтобы мы приняли наследие. Все Богом было приготовлено для нас и ради нас. И мы должны здесь были совершиться, все уже имея в духе в небесах. Мы пришли сюда, чтобы стать, чтобы это все наследие восхитить. Для этого каждый должен избрать самостоятельно для себя праведность, святость, жизнь, как сказал Моисей, избери жизнь. Каждый должен избрать свое призвание. Исайя 14, 21 говорится. Готовьте заклание сыновьям его, то есть здесь говорится о беззаконниках и о сатане. За беззаконие отца их, чтобы не восстали, вот слушайте внимательно, чтобы не восстали и не завладели землею и не наполнили вселенной неприятелями. вот чтобы не повторилось восстание на небе, какое произвел Люцифер и ангелы его, чтобы не заполнилось это место неприятелям. Бог позволил нам пройти через этот путь. вот с какой целью в райском саду Бог позволил быть искушением для того, чтобы человек сам сделал правильный выбор. Человеку вот это и есть справедливость. Бог позволил видеть и избрать послушание веру Творцу или же непослушание. Хотя Бог все предупредил и сказал что за этим, какие последствия за этим. В этом и есть справедливость. Мы должны понять, что справедливость не может быть, если тебе не дан выбор. Но Бог настолько любит нас и хочет нас видеть своими детьми Богами, что Он дал справедливость и создал все в справедливости и нам дал свободный выбор. И каждый человек выбирает и знает, что за каждый выбор есть свое последствие. Кто может сказать, что Он не знал? Кто не имел предупреждения? В начале человеческого бытия, последнего вдоха, последнего человека, все в этом мире существуют верой. И в зависимости от того, кому ты веришь, тому ты послушен. С тем ты будешь участвовать в наследии. Непослушание Богу это непослушание истины. Естественно, оно само собой приносит разрушение, как последствие выбора, потому что Бог Он Созидатель. И те, которые хотят созидать даже собственную жизнь, они избирают Бога. Почему Иисус сказал, кто не со Мной, тот против Меня. Кто со Мной не собирает, тот разрушает. Разрушает собственную жизнь, свою вечность, все разрушает. Если ты отвергаешь законодателя и не живешь по законам истины, ты просто разрушаешь собственную жизнь, ну, естественно, тебя ожидают последствия. К сожалению, даже Адам, когда первый человек был, Адам и Ева в раю, им был дан выбор, избрали непокорность, избрали неверие. Что сейчас имеет и человечество? Мы все следуем этим путем и познаем добро через познание зла. Вкусили зло, познали, что вот это добро. И те, которые христовые, возвращаются во Христа. Мы возвращаемся во Христа, как в Едем. Но мы возвращаемся уже новым творением. Уже избирая истину, избирая добро. отвергая всякую неправду, всякое зло, всякое неверие. Поэтому мы становимся действительно достойными Бога, достойными неба. Мне так хочется, чтобы мы это все осознали, чтобы мы все это настолько глубоко приняли, поняли, чтобы вопроса у нас такого не возникало, а почему в раю Бог допустил нам во благо. Нам во благо, чтобы мы действительно стали, как Бог говорит, сущности Боги, чтобы мы действительно стали детьми Бога, чтобы мы были достойны этого звания, этого призвания, чтобы мы состоялись как личности, как нам предлагал сатана. Вкусите, змей, говорю, познайте добро и зло. Ну, вот теперь познали. Главное, что мы избираем, изберите добро, изберите добро, изберите закон Божий, потому что он прекрасен, потому что он добро для нас и благо. Будьте благословены, мои дорогие. Я знаю, немножко сложновато было слушать, но мне бы так хотелось, чтобы многие исчерпали из этого богатства, чтобы вы обогатились через это слово. Я вас благословляю. Вы знаете, я хочу поделиться с вами стихом, который вот вчера я получила в молитве. Оно к нашему времени. Вот так вот дух мой открылся. Давайте я вам прочитаю. Тишина в ожидании называется. Я голову склоняю перед тобой, пред твоей волей, пред твоим желанием. Я только в этом нахожу покой, покой в согласии с тобой и в послушании. Все замерло во мне и дух, душа и дух. Все пребывает в тихом ожидании того, что растворятся небеса, и славы дождь прольется на создание. По улицам блуждает страх и мрак, в дома стучится ужас и страдание, всю землю под контроль охватывает враг. И раздаются голоса стена о ней. Ведется битва, информационная война. Мучением страха подавляют веру, сомнению покоряются сердца, но Бог всему определяет свою меру. Иисус предупреждал, наступят времена, когда начнут сбываться предсказания, тогда возвысти к небу голоса. Без всякого сомнения, колебания и ожидайте. Голос неба прогремит, и тьма рассеется от славы Божьей, от ветра духа, покрывало лжи слетит, земля предстанет у его подножья. Я в ожидании, в тишине стою, хотя бушует дьявол угрожая, я верой крепко за руку держу, то слово Бога, господина урожая, какая честь нам выпала прийти на землю в то ответственное время, в котором резкий поворот судьбы освободить несущих злое бремя. В терпении и в вере я стою, и замер дух во мне от ожидания, я знаю, перед кем я предстаю, Бог силен исполнять обетование. Гряди, любимый, церковь ждет тебя, готовится невеста к встрече жениха. Давайте с вами помолимся. Наш драгоценный Господь и Бог, благодарим тебя за все. Даже в это время ты нам даешь столько надежды, ты укрепляешь нашу веру, наоборот, наш дух еще больше к тебе вопьет, еще больше к тебе рвется и стремится, чем больше нас сжимает, тем большая сила внутри нас сопротивляется. Я благодарю тебя даже за эти тиски, которые просто наш дух высвобождают навстречу к тебе наш Бог, благословенный Господь, слава тебе, да укрепится церковь, да укрепится дух верующих, да встанет такое крепкое племя, которое никто не сможет ни разрушить, ни покорить, благослови нас. Аминь. Все мои любимые, будьте благословенны. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok